А теперь я приглашаю вас в Суксунский район, зеленым символом которого является Ива. А сопровождать нас будет писательница и фотохудожник, основатель театра истории, культуры и экологии жар-птица Белла Зив. Около пяти лет она живет на берегу чудесной речки Иргины, а чудесная природа вдохновляет ее на творчество. Я ведь именно там начала заниматься фотографией. Ну просто, понимаете, вот смотришь из окна на реку и слышишь. Сначала клёкот гусей, потом вот эти переливающиеся струи реки Иргины, птицы. Это холодная река, полная рыбы. Да, она полная. Хариус. Я не знаю, она может быть и не полная уже, но Хариус там водится. Мало того, там есть еще и форель. Я очень люблю леса в этом году. Вообще очень много рыжиков. В лес, в лес, в лес после этой дикой жары всего. Чудесная леса и, конечно, берега. Берега, когда ты плывешь по реке, по Иргине, а мы сплавлялись по Иргине, главное берега. А вдоль берегов растут? Берегов растут разные деревья, но ивы, много ивы. Вот иву называют плакучая ива. Да, почему? Я сегодня выступала в школе и спросила у детей, а никто не знает. А ведь оказывается, не случайно она плачет. Дело в том, что она располагается часто у водоемов, вообще у воды. И вот эти корни, они напитаны водой. Куда ее сбросить, эту воду? Вот она пропускает, так сказать, через себя, через ствол, через ветки. Ветки или дерева, или кустарника, потому что она бывает там нескольких видов. Она сбрасывает эту воду, плачет. Но есть такая легенда, говорят, что она плачет не случайно ивы. Что в ней живет девушка, которая потеряла своего возлюбленного. И, видимо, не случайно именно иву жители Суксунского района избрали зеленым символом. Дерево действительно очень поэтичное. Есть ведь разные ивы, их очень много. Вы знаете, на земном шаре, вот я специально посмотрела в энциклопедии, около 600 видов есть. А у нас есть вот в основном вот три вида как бы, больше всего. Ива астролистная, мерзонолистная или черная ива, и корзиночная или русская. А в Суксунском районе какая растет? Все три вида растут, да, в вашем районе? Три вида растут, да, там больше, наверное. Ну вот я консультировалась с Тамарой Петровной Белковской, позвонила ей специально, она посмотрела, так сказать. Это известный наш ученый, биолог. Да, да, да. Это и консультант многих моих фильмов, программ, которые создавались облаком природы. Ее ведь называют по-разному иву. Давайте вспомним об этом. Называют ее «Ветла», «Ракита», «Лоза», «Лозина», «Верба», «Тальник» называют ее. А Биве рассказано поэтическим языком, потому что дерево такое женственное, такое прекрасное. Неслучайно стихи посвящали ей Анна Ахматова, Федор Сологуб, Тютчев и многие другие. Ну а мы вспомним, что за окном поздняя осень, И уж Ивушка не плачет, а порой покрывается снежком. О чем я рассказывает в своем стихотворении наш пермский поэт Федор Бостриков. Подморозила за ночь Иву, утром ветер дохнул едва, Как посыпалась вниз игриво золотая ее листва. Только Ива совсем не рада, где ж там радость? Сквозит, когда по коленям худым прохлада, как навязчивая беда. Каждый раз к ней иду и снова. Ива кажется мне вдовой, что стоит у креста родного с непокрытой головой. Зеленые символы Пермского края Несколько слов о краевом конкурсе «Зеленые символы Пермского края». Участникам конкурса надо было написать небольшой рассказ о деревьях и кустарниках, которые являются символами территории. Конкурс завершился в октябре. Отрадно, что в первом конкурсе приняли участие 90 человек из различных районов и городов Прикамья. Самыми активными были жители Чусовского района. Младшему участнику конкурса 12 лет, самому старшему 75. Все работы будут рассмотрены до 10 ноября жюри конкурса во главе с председателем регионального отделения общественной организации Центра экологической политики и культуры Екатериной Николаевной Овчинниковой. А теперь самое главное. Подведение итогов и награждений участников конкурса состоится 19 ноября на празднике «Зеленые символы Пермского края», который пройдет в студенческом клубе Пермского государственного университета. Участники конкурса получат сертификаты, лучшие работы будут отмечены дипломами и призами от организаторов и партнеров конкурса. Конкурс этот проводился при поддержке компании «Сибурхимпром» в рамках реализации программы «Формула хороших дел». В последующих выпусках программы мы расскажем о празднике «Зеленые символы Пермского края» и о победителях. Вы слушали программу «Зеленая волна». К эфиру ее подготовили звукорежиссеры Алексей Андронов и Альт Аганисян, автор и ведущая Раиса Маматова. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин